Сегодня у нас день рождения. Кто скажет, кого? Огнетушители. Огнетушители, правильно, молодец, запомнил. Да, огнетушители, вот примерно такие, наверное, вы их встречали в своей жизни, они, наверное, и в вашей школе тоже есть. Да. Да? Вот, ну, они на самом деле есть в очень многих учреждениях. Для чего же они служат? Тушить огонь. Тушить огонь, правильно. А вы же знаете, что они есть очень разные. То есть, есть те, которые, допустим, пену вырабатывают. Они есть, которые порошковые. Которые порошковые, да. Кто-нибудь еще знает, какие есть? Водные. Воды нет, масляных тоже нету. Нет, на самом деле есть еще те, которые газ выпускают, которые тушат огонь. Вот, ну, с чего же все начиналось? Вот здесь, кстати, интересная картинка. Вот видите, вот этот бочонок у девочки во руках. А на самом деле, это один из первых в мире огнетушителей. Он был изобретен во Франции, но очень быстро распространяется по всему миру. То есть, из него нужно было его опрокинуть, его содержимое на огонь, и огонь-газ. Ну, давайте вернемся к тому, с чего случится, к огню. Вот, вы же знаете, что огонь, это, наверное, самый главный друг, самый важный друг человека, и один из самых страшных врагов. А кто знает, вот, как огонь применяется на козе человеку? Согреться! Согреться. Ну, в общем, да. То есть, например, с чего все начиналось когда-то, когда человек был, еще жил в пещерах, начиналось все с того, что можно было разжечь костер, чтобы согреться. Можно было на костре пожарить мясо, допустим, убитого животного. Рыбом. Рыбом, да. Можно было выстрелить из ветки дерева копье, и вот затем заточить наконечник и обжечь его в огне. Он приобретал твердость. То есть, можно было с помощью огня изготовить более совершенное оружие для охоты. Или для войны. Затем, то есть, можно было осветить пещеру, потому что ниже темно, свет в нее попадает, тем более в темноте. И потом люди, соответственно, придумали все новые и новые применения огню. То есть, огня становилось все больше, но время от времени огонь вырывался из-под контроля человека. И сжигал все вокруг себя, все, что может гореть. Так, кто-нибудь скажет, какие материалы хорошо горят, а какие плохо? Терево хорошо горит. Очень хорошо, да. Ткань. Ткань хорошо горит. Бумага. Бумага. Солома. Да. А что плохо горит? Водит. Железо. Железо плохо горит. Металл. Ну да, металл, железо. Пластик. Нет, пластик хорошо, многие пластики горят. А камень? Камень же плохо горит, да? Он вообще не горит. Ну, кстати, есть горючие камни. Вот, да, вода, вода, кстати, да. С помощью воды, с помощью воды огонь тушит. Так вот, вот смотрите. Еще земля не горит. Еще можно и ногами. Можно. Итак, смотрите, вот картинка. Это вот люди с течением времени выбрались из печи, стали строить много всего из дерева. Дерево же хорошо горит, да? Вы же знаете прекрасно. То есть дрова, они же деревянные как раз. Вот. И, соответственно, человек для того, чтобы обогреть свои деревянные жилища, должен был тоже использовать огонь. То есть он строил печи, камины, да? Кто-нибудь русскую печку знает, как выглядит? Да. Такая, как комнатка с огнем, со стругой. Вот. И опять-таки, если оттуда угольки каким-то образом попадут, скажем, на деревянный пол, то пол уже что? Начнет гореть. Правильно? Поэтому человек, да, человек не мог обойтись без огня, но всегда его опасался, потому что огонь, когда вырывался на свободу, из того места, где его сохраняли, он мог сжечь целый город и целые города. Кстати, вы говорили, например, вот Москва, когда-то она была вся деревянная, и вот она несколько раз сгорала целиком и полностью. То есть при этом гибли тысячи людей, и сгорало все, что только могло гореть. И целый город приходилось строить заново. Вот. Такое случалось не один раз. И, кстати, многие города так выгорали. То есть в течение долгих веков огонь применялся, соответственно, все шире и шире. Допустим, кузнецы с его помощью ковали железо. В каждом доме были масляные лампы, или там, скажем, печку топили. Электричество-то, оно только недавно появилось, только чуть больше ста лет назад. А до этого везде огонь был. Потом, вот, например, кто-нибудь знает, что такое паровоз? Да. Да? Это такая стальная машина, которая двигается по рельсам. Правильно? Да. Паровоз иногда загорел, потому что там еще... Там огонь внутри него, огонь греет воду. Получается пар, который и приводит в движение колеса и парохода, и паровоза. Вот, это паровые машины. То есть, они были перед тем, как появился двигатель внутреннего сгорания. Так вот. Особенно, конечно, был страшный огонь в деревнях, где, как правило, выше над... У вас, наверное, у кого-то есть дача, да? Да. Вот, там дом какой? Деревянный или каменный? Каменный и кирпичный. И кирпичный, да? Но, наверное, вокруг вот есть деревянные дома где-то? Ну, да. Нет? А, встречаются, да. Ну, просто вот есть еще некоторые, которые любят все равно строить из дерева. И такой дом очень пожароопасный. То есть, например, даже, там, скажем, если у него следить за электричеством, будет какая-то опасная искра, может полыхнуть. Вот. И вот, представьте, да, и деревни тоже зачастую целиком выгорали. Но со временем стали появляться люди, которые с огнем боролись. Это были сначала просто горожане и селяне, которым просто, вот, они понимали, какая опасность идет от огня. Они объединялись в специальные группы, вооружались топорами, баграми. Это такая палка с крюком, чтобы можно было растащить, допустим, горящую крышу. Или, допустим, можно было оттащить что-то горящее, чтобы его загасить. Когда огонь маленький, с ним же легче справиться, правда же? Вот. А с течением времени все это менялось, усложнялось. Потом стали назначаться специально обученные люди, которые собирали специальные пожарные команды. Этих людей прям обучали бороться с огнем. У них была уже специальная одежда, которая не горела. Ее пропитывали негорючими материалами, чтобы такой человек мог, допустим, войти в горящий дом и спасти, скажем, ребенка. Потому что иногда люди оставались в горячих домах, допустим, не могли выбраться. Им надо было помочь. И пожарные люди, которые как раз и помогали им. И вот так вот выглядели наши старинные русские города. Посмотрите, немножко вот камни есть, вот белый, это камень. А вот это все, это деревянное. То есть, соответственно, это все могло полохнуть в любой момент. Но, следующая картинка. Так. Вот с течением времени появились люди в специальной форме. У них появились сначала специальные поспособления, потом специальные машины, которые помогали бороться с огнем. Это и различные, и лестницы, и насосы для воды, чтобы качать воду из реки. А потом стали делать специальные водоемы, пожарные пруды, рядом с домами, чтобы оттуда можно было качать воду и быстро заливать огонь. Потому что, допустим, из колодца бедрами доставать было не всегда очень легко. И зачастую сначала могло произойти так, что то здание, которое загоралось, оно успевало сгореть целиком полностью. Но обязанность пожарных первых была даже не в том, чтобы потушить уже горящее. А самое главное, чтобы огонь не распространился на соседней постройке. Чтобы огонь не пошел дальше. И с течением времени это все менялось. То есть, когда-то, допустим, такие пожарные команды ездили на лошадях. То есть, были специальные конные экипажи. Потом у них появились машины. Сейчас, сейчас. Вот кто-нибудь видел современную пожарную машину? Да. Да? Вот, отлично. Такие люди очень ведь важны. Правда же? Да? Вот. Огнетушитель это то, что находится во всех учреждениях. Даже у многих в домах держат. Это устройство для того, чтобы самостоятельно бороться с огнем. То есть, это когда огонь еще маленький, его еще можно затушить своими силами. Вот когда огонь большой и опасный, тогда нужно непременно звать пожарных. Звонить. Да, звонить. Кто знает, какой телефон пожарных? Что вы вызвали? 0-3. 0-1. 0-1. 0-1. Ну, сейчас, сейчас, если еще можно позвонить, по 112. А? 1-1-2. 1-1-1. Ну, 112. Вот. Это телефон, по которому нужно звонить, если что-то плохое случилось. Тогда приедут специально обученные люди и будут заниматься тем, чтобы вас спасти. Итак, а сейчас я хочу пригласить людей, которые вам расскажут. Они сами как раз и есть пожарные. Они к нам пришли в гости из 91-й спасательной пожарной части, которая находится в нашем городе. И вот сейчас они вам расскажут о своей работе. И даже то, что покажут. Там вот у нас будет пожарный, который оттенет сейчас полную форму. Вы сможете его расспросить, как там это все носится, для чего это все служит. И они покажут вам определенные приемы борьбы с огнем. Я хорошо горячий материал. Не совсем, да? Вот если, скажем, ты себя попробуешь, если поджечь, то, наверное, у тебя будет сначала больно, а потом как бы неприятно. Итак. Я являюсь в институте, который у нас супер пожарных спасателей сейчас. Так, тихо, слушай. А ты сейчас послушаешься, что такое пожар? Что такое пожар? Что такое пожар, кто может сказать? Это огонь. Это могло, наверное, огне. Хорошо, везде костер горит там огонь. Я знаю, что. Я знаю, огонь. Огонь это вообще-то. Не лаба, это вообще-то жидкий огонь. В общем, пожар – это огонь, который не контролируется. И в результате которого создается угроза жизни, здоровья людей и угроза уничтожения материальных ценностей. Это что, братья, богат? Это маска. Так. Значит, с огнем можно бороться ладой, можно бороться другими тушащими средствами, допустим, порошком, газом. Значит, если в доме возник пожар, то есть мы включили там, к примеру, пересос, и он загорелся. Что вы будете делать? Разник не тушительный. А если его нету? А если его нету? А звонить в полицейский? Да, правильно. Выдержать из дома, позвонить пожарным, и постараться провестить там соседей или еще кого-то. То есть настоятельно... То есть я думаю, что можно огонь потушить таким специальным инструментом, такой специальный инструмент, который огонь на обоях в воду. Водой, электрические приборы, категорические, потому что нельзя. Потому что если вы... Ну, можно пока огонь такой маленький, можно подушку его накрыть. В первую очередь надо обесточить провещение, чтобы... Обесточить и убежать. Это как? Выключите хитричество. А обесточить это как? Это щеприсос. Вот он загорелся. Можно вытернуть его из розетки. Из розетки и... Ну, для детей, самая главная задача убежать, спастить. Вот, все ноги там оповестить. А если там розетки, еще чуть-чуть, щитов там просто выключаешь, или нельзя? В случае пожара электрические, ни в том случае водой тушить нельзя. Потому что происходит короткое замикание, и может там человек убить. В этих случаях применяются огнетушители, ну не знаю, порошковые, газовые. Значит, с обратной стороны нарисованы материалы, которые можно тушить огнетушителем. Ну, смотри. Вот здесь электричество. Сделал. Значит, трепетий, стоим, можно тушить. Газ. Газ можно. Голица с глинтином. Глинтин можно тушить. Ну, дрова. Газ. 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 Да, вы написали. Горючий газ. Горючий газ. Горючий газ. Горючий жир. А дерево? Если у вас другой огнетушитель, допустим, на нем нет такого значка электричества, то таким огнетушителем ни в коем случае под углом. Тушить нельзя. Можете потрогать его? Нет, потрогать. Нарисовый тяжелый. Можете поднять, попробуйте. Ничего не бойтесь, можно поднять. Дядя, а как он включается? Значит, да, смотрите, как он включается. Только чеку-то не вытерпит. Значит, чтобы его использовать, можно вытерпит вот эту чеку. Она выдергивается. Нажимается вот этот рычаг, вот он рукой. И направляется в автомобиль. А-а-а! У нас сейчас закончат. Нет, давайте. Он тут не у вас. И вам лучше пока, конечно, это не пользуется. Он отнял у вас один оттяжок. Нет. Нет. Вообще не тяжелый. Но задача это убежать и сообщить соседям, ну, взрослым, что там-то там у нас произошло ЧП, возгорание и так далее. Если у вас, допустим, у знакомых загорелась квартира, открытое горение дым, сильный дым по всему подъезду, немедленно выходите из квартиры, оставляйте там свои документы, просто закройте, если по возможности, и выходите. И потому, что дым здесь идет вверх. Соответственно, горит на первом, самое задымленное помещение, это будет там на девятом. А если не нужно, чтобы горит? Не пользуется. Так, ну, как раз самая опасность при пожаре. А если на крыше горит? Ну, эвакуируется, что надо, то бежать. Бежать только надо. Самая главная опасность при пожаре. Нужно к самому нижнему этажу спуститься. Не спуститься, а по лестнице. Есть специальные пожарные розницы. На балконе, там, вы начали эти, там, склоны. Самая опасность при пожаре у нас в результате чего происходит? Ау, ну, я! А еще что? Электричество. Мол, дым. Дым, правильно, зверь. Потому что при дыхании дыма в лестнице человек теряет сознание и задыхается. То есть он не может дышать, падает, и уже его никто не сможет спасти. Для этого у нас применяется такое защитное оборудование, как маска. Сзади находится баллон. Довольно тяжелый, там, под давлением газа. Такого баллона, ну, на час. На час, да. На сорок минут. Это топор пожарный. Это настоящий пожарный топор. Нужен для разборки конструкций, там, что-то сломать, вскрытие-заскрыть, санки, там, что-то, можете потрогать, посмотреть. Ну, конфор, а осторожно. Тяжелый и острый. Сколько, тихо. Ну, баллон весит, по-моему, 16 килограмм. А сколько все амуниции, наши скидки, на самом деле ужасно. Ой, заберите топор, прямо страшно. Плюс, непосредственно, если ты еще берешь с тобой бензолез, там, не знаю, рука, да, еще и чем-то. Это может быть по 30 килограмм, несмотря сколько ты сможешь там себе устроить. Ну, то есть, настоящий пожарный может быть очень много инструментов. Да, потому что... Да, потому что он должен быть очень сильный, я так понимаю. Да, очень сильный и храбрый. Храбрый, чтобы вообще подойти к огню, а сильный, чтобы дотащить все необходимые инструменты, чтобы с ним бороться. Для защиты... А для тебя нашу этот фонарь? Для тебя нужно смотреть. В дыму, когда он идет в дыль, чтобы подсвечивать, куда тушить, чтобы его спасать. Есть такие вот руковицы, защитную руку. А почему у них дырки? Рабочие, потому что рабочие. Ну да, ведь вам же показывают вещи, которые побывали на работе этих замечательных людей, на пожаре. Поэтому, конечно, то есть, вот можете посмотреть... Лимитарно, возможно, зацепиться. Да, краска. Да, мне тоже. Ну, может быть, даже померить можно, да? Да, мне тоже. Смотрите, Глеб. А как вы... Смотрите, вас. Смотрите, я. Лай. Лай. Смотрите, дядя как. Вот так вот выглядит пожар, как она в боте. То есть, во время пожара. Лай. Дай мне тут на одну муточку. То, что у некоторых думают, что у них можно дым войти, чтобы не ошибаться. Да. Есть? Это же по-моему, зацепляющие, да? Да. Слово-равно, зацепляющие. Да, да. Давай дальше. Ты же не... То есть, у некоторых... Я не надела вот это. Я вот это классно. Классно, классно, ну и дохар. Ой, у вас сам спонсатель? Здесь у меня есть спонсатель. Пожарный может с собой кого-то взять и спасти за меня. Что, одеть? Ну, рядом. Ну, вот. Я думаю, что... Вот, посмотрите. То есть, человеку надевать в таком капюшон, его пожарный спасает из огня. То есть, сейчас он уже ненадолго дышит. Вот. Вот так вот вы будете из огня. Я попробую. Ты боишься? Нет. Нет. Нет, нет. Ну что ж, ребята, вот вы увидели настоящего пожарного в полной форме, посмотрели оборудование, так, ну, может быть, какой-то случай из жизни пожарный. Мне показалось какой-то вонючий. Да, вонючий, да. А можно вон тот? А можно вот этот, который на моем зоне? Нет. С нами сейчас наступили вот так. Я люблю от него. Сейчас работает свисток, вот здесь вот красная полоска. Раз, видите? 60. Это дает команду, что надо уже выходить. 60 атмосфер. Это вот я сдышал, да? Вот осталось до входа мне 60 атмосфер. То есть мне надо очень быстро-быстро выходить. То есть это запас дыхательной смеси? Это мне уже на самой камере. Вот такой сигнал идет в течение там 5 минут. А в случае какой случай? В какой-нибудь случай заработы. Ну, на моей практике был самый большой пожар. Это с 15-го в 16-й год. У тебя говорит... Слуха! Был вызов. Ребята поедали ночью в 1 утро. Они отработали всю ночь. Мы приехали в 8 утра. То есть поменяли их на месте. Горел у нас склад. Вы знаете, на Лихачевском проезде. Да, да. Вот мы тушили с 8 утра до 8 утра. То есть минус 20. Там минус 25. Ну и получилось так, что мы поменяли, тушили, тушили. Погорели ковры. Полторы тысячи квадратных метров. Вот. То есть огромное помещение, где были сложены ковры. А половина ковров, половина помещения рядом тоже была открытая. Там были покрышки. У-у-у! То есть это очень горючие материалы. Покрышки, это же резина. Она очень хорошо горит. И очень дым страшный, черный. То есть можно было, да, просто задохнуться. Ну а ковры, это, соответственно, они же синтетические или же стены. Ну да, тушили, тушили. Все очень хорошо горит. Подавали пену. Подавали пену. Она не заливала ее. В итоге там уже ночью начальство решило как бы разгребать завалы. Рушить стену проекторами. И все это выгребать. И, соответственно, всю ночь мы вот так вот ходили. По два-три человека проливали каждые 15 минут. Вот. Видите, какие случаи бывают в работе? Ну, это в моем. За пять лет это пока у меня такое самое. На цепартике было тоже морозы. У меня был градусов 30. На плену не был пожар. Было там 8 человек погибших. Они сгорели в вагончике, да? А, вышли в вагончике и все 8 человек положили на бочек. На такой срок. Вышли? Да. А животных обычно спасают или как-то животных? Ну, у нас не предусмотренные вот эти маски специальные. Ну, обычно так же. Выпасают так. Ну, как бы бочком повернись. Тяжелый. Ну, как бы бочком повернись. Боком повернись. Ну, как? Что значит? Боком повернись. Боком повернись. Королев. Ну, королев. В том году сгорел коров. Купили каких-то там крутых коров. Вот такой ежки. Вот ежки, да. Вот ежки. Вот ежки. Можешь, что-то ярко. Если то, что отрезать. Уберем. Берем. Герды. Сколько. Вообще не тяжелый! Ведь не сша чего ежок. За это там вообще жерва была бы больше, чем у нас там миллионов долларов. Очень тяжелый. Если один может быть и дыр. Часть удалось, там было 7 коровников, а один из них вылетел. Один коровник засыпали, не мог. Они тоже вторая сломали между ними. Один коровник сгорел, значит. Что? Он без воздуха, Андрей. Он без воздуха. Противога. Он с воздуха или без? Мы взяли немножко. Он без воздуха. Он тяжелый. А там же воздуха нет. А там же воздуха нет. А мы просто. Валерия, Валерия. Валерия, Валерия. Это здесь. Это Редушка. Там покажут. Можно покажут? Там нет в школе? Нет, в воздухе нет. Если пожар в школе, то дается учителям 3 звонка, значит это пожар в школе. Вам нужно собирать вещи. Понятно? Если мы не один раз звоним, а 3 звонка. Значит пожар, быстро, собрались и убежали. А то что? С обратной стороны. Недавно у нас были учения на торговый центр. Пожарная Московская область. Прошли успешно. Пожарная Московская область. Так что да. А теперь давайте с вами попробуем смоделировать ситуацию. Ну вот представим себе на минуточку, что вот где-то здесь в помещении библиотеки начался пожар. То есть вот, ну допустим вот книги загорелись по какой-то причине. Допустим вот заискрила электрическая поработка, а ты искрой получилось пламя. Потому что книги же горят, это же бумага. Так, вот представьте себе, что допустим зазвонил сигнал тревоги. Что вы станете делать? Бежать, бежать. Но на самом деле самое главное это спокойствие. И вдаваться в планету. Да, значит вот смотрите, давайте сделаем так. Вы сейчас под руководством своего преподавателя. Вы встанете, построитесь наверно в колонну. И она вас начнет выводить из помещения. То есть вот здесь дым начинает распространяться. Вот, и вы пойдете оденетесь и у руководства пожарного выйдете на улицу. То есть вас спасут из горящего помещения. Я вам для этого полночка есть. Но у меня нет. И так. Ну давайте. У-у-у-у-у-у. Все, вот у нас и звучало. Все построились. Не кричим. Не кричим. Не дедаем. Не носимся с вами оборону. Давай встали. Все. Быстро выходим. Ярослав. Никого не теряй. Опасы оставаться. Не бежим. Спокойно выходим и одеваемся. Девочки быстрее мальчика получать. Ну смотри. Вот. Вот эта девочка явно спасется из пожара. Кто еще спасется? Валерия спасется. Ярослав. Давайте обмазу. А помоги. Нет. Да. Личная. Это опытная девочка. Давайте. Давайте ребята быстрее. Да. Давай. То есть там полыхает пламя. Дым распространяется. Уже наверное перышит горли от дыма. То есть мы уже. Что делаем? Значит одеваем эти. Шарфики. Шарфики на лицо. Да. Можно же дышать через шарфики. Да. Это облегчит дыхание. Правильно. Видите? Ребята. Можно еще что? Платки наверное использовать. Платки можно использовать. Вот. Футболку натянуть. Футболку натянуть. То есть. Вот правильно. Молодец. Так. Вот мы собрались. На Ярослав он просто не будет одеваться. Потому что он первый бежит в России. Давай 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 давай. Время пожара это важнее. Ярослав с ноги. Так. Самое главное. Так так. Погоди убегать. Подожди. Самое важное это никого не потерять. Никто не должен остаться в огне. Все. Все построились и выходим вместе так же. Так. Вот так. Аппарат и учитель в конце прикрывает охот всех. Предупреждать. Так. Выходим на улицу. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Ставим поближе. Так. Я забудуешь. Ну. Чудесно. Вот видите. Какие прекрасные люди рядом с нами. Работают. Трудятся. Чтобы все было спокойно. Спасибо вам большое. Спасибо. Что ж вас спасли. Да. Спасибо вам, ребята, что пришли. Так. Ну. Сейчас. Сейчас. Ну.